на библейский портал x get поступил вопрос должен ли человек требовать уважение к себе и в каких случаях требовать мне кажется бесполезно потому что уважение это то что происходит но независимо от наших от нашего желания иногда богатые люди у которых есть деньги они думают что можно купить уважение вообще вот у богатых есть такая очень обманчивая обманчивая позиции жизненная жизненный такой взгляд что если есть деньги то значит все можно купить но как по моему сказал экзюпери самое дорогое за деньги не покупается это только картинка это только внешний обман об этом хорошо как сказал бунин в рассказе господина сан-франциско когда этот человек плыл на корабле в свое путешествие как как к нему относились как его уважали как его обслуживали да но как только его сразил сердечный приступ и он умер то хозяин гостиницы сразу же сразу же до переменил отношения и сказал что гроб нужно срочно уносить куда-то в подвал и жене и дочке потребовалось очень много стараний чтобы это тело вернуть обратно на родину и похоронить но такой образ вот то есть когда ты пытаешься искусственно требовать к себе уважения но часто бывает именно таким очень обманчивым лучше всего жить жить честно жить по совести стараться помогать людям стараться относиться к ним с уважением с любовью и тогда вот это настроение это позиция она действительно к тебе вызовет уважение многих людей знаете уважение но такое немножко заразительное не может например кого-то не может например одного человека допустим уважать 10 человек 10 человек там презирать чаще всего либо то либо это поэтому нам очень важно все-таки прислушиваться к голосу людей которые рядом с нами и особенно молодым людям надо набраться терпения потому что жизнь она достаточно длинная но если ты будешь ежедневно в мелочах стараться себя воспитывать например в вежливость ты будешь уважительно относиться к всем людям будешь здороваться будешь придерживать дверь будешь убирать за собой 8 посуду когда ты где-то пообедал будешь внимателен доброжелателен то есть будешь сеять семена добра вокруг себя обязательно к тебе это все вернется уважение она будет подлинное но не будет каким-то она не будет содержать себе элемента корысть корыстолюбия и лицемерия вот это самое наверное грустно когда уважают они человека уважает его кошелек уважает его власть уважают его какие-то способности возможности но не самого человека так что не надо ничего требовать а надо честно жить по совести и добрым взглядом смотреть на мир и стараться как можно больше делать настоящих добрых дел и совесть нам всегда об этом говорит и вот особенно надо бояться сеять какие-то злые недобрые завистливые колючие слова когда мы бросаемся ими и так вот раним друг друга как тоже по привычке вот поэтому от таких людей отворачиваются оттянутся к тем кто мирного духа у кого доброе сердце с кем можно поговорить у кого есть искренность и вот замечаешь иногда вот человеком общаешься а он например там берет телефонный там что-то начинает писать кому-то звонить то есть ты ему не интересен и мы это чувствуем вот а это ведь самое дорогое что есть на земле человек и мы вот живем вместе для того чтобы друг друга любить друг друга ценить нам бог дал такую заповедь и это нужно передавать молодым людям это нужно этому нужно учить наших детей вот и еще раз говорю что самый дорогой самое ценное за деньги не купишь поэтому деньги это вообще не наша тема не темы таскать проблемы христианина мы довольны бы должны быть тем что нам бог дает в этом мире бога нас печется бога нас заботится но мы должны жить по тем заповедям которые нам оставили внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео